Доктор Дмитрий Степанович Булавин, отец Даши, сидел в столовой около большого, валившего паром самовара и читал местную газету «Самарский листок». Когда папироса догорала до вата, доктор брал из толстого набитого портсигара новую, закуривал ее об окурок, кашлял весь багровее и почесывал под раскрытой рубашкой волосатую грудь. Читая, он прихлебывал с блюдца жидкий чай, сыпал пепел на газету, на рубаху, на скатерть. Когда за дверью послышался скрип кровати, затопали ноги, и в столовую вошла Даша в накинутом на рубашку халатике, все еще розовая, сонная, Дмитрий Степанович посмотрел на дочь поверх треснувшего пенсне, холодными, как у Даши, насмешливыми глазами подставил ей щеку. Даша поцеловала его и села напротив, отодвинув хлеб и масло. «Опять ветер», сказала она. Действительно, второй день дул сильный горячий ветер. Известковая пыль тучи висела над городом, заслоняя солнце. Густые колючие облака плыли порывами, проносились вдоль улиц, и было видно, как спиною к ним поворачивались редкие прохожие. Пыль проникала во все щели, сквозь рамы окон, лежала на подоконниках тонким слоем, хрустела на зубах, от ветра дрожали стекла и громыхала железная крыша. При этом было жарко, душно, и даже в комнате пахло улицы. «Эпидемия глазных заболеваний недурно», сказал Дмитрий Степанович. Даша вздохнула. Две недели тому назад на сходних пароходах она простилась с Телегиным, проводившим ее, в конце концов, до Самары. И с тех пор без дела жила у отца в новой ей незнакомой пустой квартире, где в зале стояли нераспечатанные ящики с книгами, до сих пор не были повешены занавеси, ничего нельзя найти, некуда приткнуться, как на постоялом дворе.